здравия желаю уважаемые подписчики и гости канала продолжаем опыты сегодня мы ребята придумали обогрев бестопливный обогрев на системе водяной то есть водяной бачок 15 литров внутри вода нагревается ребята бесплатно нагревается и бесплатно отапливает квартиру ночью его попробовал в спальне чтобы не было разговоров отлично показал себя расход только ребята у него ноль так как мы поставили на реле оброн нагрев поле сейчас подскажу 66 видите 66 сидеть от тема сверху а сверху ребята больше 779 тепло идет больше наверх ну здесь в общем почти 70 градусов расход только нулевой вот вот только но то взял вот он взял даже не видно блин вот видите взял прошла и вернулась назад сразу и стоит вот она можно даже померить на ватт-метре как вы любите ватт-метр ребята вообще ничего не вот ватт-метр ребята 0 видите 0 ватт то есть он выключается 10 секунд одну секунду включается и показывает 0 ватт еще раз так как ватт-метр ребята еще хуже иначе работает по стране с индукционным ничего не фиксирует подаем значит на него ток течение одной секунды ничего нет почему потому что токи сравниваются сейчас посмотрим внутри вода видите внутри заполнен водой крышка плотная сейчас уже 9 зима кончается а за следующий сезон это будет самый раз то есть еще раз повторяю схему бачок в бачке ребята видите два режима красным режим это ребята на киловатт включается желтый режим вот сейчас включится видите желтый режим на 150 на 123 ватта а мы еще желтый режим ребята задробили реле амроном и получилось ноль за счет чего за счет того что вода имеет большую тепловую инерцию то есть все токи которые обратные токи все токи уходят в воду значит схема видите ставим на желтый режим это режим поддерживания и применяем реле амрон один 10 один ключем также проверяем ватт-метр любимый рептилот и так схема бачок заполненный водой вот так значит здесь у нас ребята цен под под крышкой вот здесь на один киловатт один киловатт не внутри воды а под крышкой что он не задевает воду бачок ребята разогревается снаружи внутри я не мерил у меня нету это сейчас покажу 69 градусов вот это поле ребята 69 со всех боков 69 градусов цельсия так а верхнее поле верхушка 79 79 то есть примерно 70 градусов что вполне хватит я проверял для отопления далее тут два режима режим 1 киловатт и режим ребята 120 я мерил 123 ватта где-то режим поддерживания мы ставим и тут выключатель мы ставим кнопку на режим поддерживания то есть на желтый красное то полное включение а это ребята на поддерживание тепла а нам же не надо кипятить хотя и на желтый ребята он может закипеть если убрать режим значит импульса реле убрать он закипит и на желтый только чуть дольше дальше и реле а брон реле а брон у нас показывает как видите а одна секунда мы подаем питание питание и 10 секунд не подаем то есть смотрите получается что у нас 123 ватта ребята 123 ватта разделить на 10 12 и 3 ватта бы было потребление но ток отходит назад почему потому что тен ребята имеет большую тепловую энергию реактивную и поэтому ток намного больше чем мы сюда подаем и когда мы закрываем вот здесь все токи возвращаются сюда чтобы получше нагреть а вот эти которые здесь остались возвращаются в сеть то есть расход 0 ватт 0 ватт 0 ватт тоже показывает электронный счеткой этот ватт метр электронный 0 ватт тоже показывает тысяч правильный индукционные ребята счетчик верный и правильный он показывает правильно то есть он показывает что мы что то взяли и показывают что что-то вернули а в отметлен turb отки не показывать ничего же голоса он не может даже показывать в режиме импульса он носит не способен на режим импульса он не способен то есть электроника ребята сильно отстает по сравнению с индукционными верными приборами значит расход 0 обогрев то есть обогревность этого обогрева хватит на объем комнаты до 50 кубов я вчера ребята ночью было прохладно то есть я не просто так а я этой ночью вот этот бачок использовал ребята в спальне температура была 22 градуса не опускалась то есть он держал температуру хорошо и уверенно на режиме 120 то есть эту систему можно применять а дальше ребята надо закупать бачки не на 15 литров на 50 если 50 литров то можно уже протопить ребята 150 кубов то есть 50 как вы считаете квадратами 50 квадратов а если взять на 100 литров можно протопить ребята и вообще целая дома то есть не надо применять систему значит что вода подается в эти самые батареи радиаторы не надо потому что по дороге вода остывает батареи тонкие вода там остывает на тут надо больше энергии а здесь получается вода в большом объеме в бачке и методом умножения она сама разогревается имея большую тепловую инерцию и большое умножение не забывайте что и тут идет скважность один к трем минимум и обратно идет большая тепловая нация то есть нам остается только разделить узнать время когда все таки и будет смазывать и разделить также накамулятор 10 поставить узнать время когда аккумулятор не будет садится ты будет возвращать и разделить аккумулятор ребята тоже возвращает проверьте запитайте нагрузку и уберите вы увидите опять пошло назад. Резко уберите. То есть везде работает, что ток имеет, основной ток вырабатывает не источник питания, а потребитель. Источник питания, ребята, только для подачи параметров и для запуска системы. Благодарю за внимание. Всем стального здоровья и удачи!